В ходе матча седьмого тура чемпионата страны шахтер принимал футбольный клуб Минск. В конце первого тайма случился скандальный претендент, обслуживающий встречу Могилевский арбитр Анатолий Сиднев. За нарушение правил на Дмитрия Платонове решил удостоить галкипера гостей с Киндриса с желтой карточкой. Это сильно не понравилось наставнику Горняков Юрию Вергетчику, и он взялся самостоятельно объяснить судье свою трактовку эпизода. Дескать, за фулл последней надежды положена карточка красная в удалении игрока с поля. Прошлый год по окончании чемпионата он приходил ко мне с подборкой и заявлением, что в каждом матче все судьи всего белорусского чемпионата сознательно пытались, чтобы он никогда не выиграл. Потому что он говорит правду, за это его не любят. Но это полная чушь. Я ему доказал о том, что все, которые моменты мы просматривали, я говорю, ты же субъективно это сможешь. Вот я тоже не имею права обсуждать. Ну я как, это не так, я считаю это так. И единый орган, который может это оценивать, в тех ситуациях, где судья был на право, все были наказаны. Да, да. Я все-таки считаю, что, и наверное это не только ему касается, специалисты, особенно тренеры, ценность их заключается в том, насколько критично он оценивает свою работу. Не судьи, не федерация, не болельщики виноваты в том, что последние, ну, два года шахтер показывает результаты ниже тех, которых может быть. Я, например, считаю, что его выступление на этом отрезке, ну, это большое разочарование у болельщиков абсолютно, у меня, как у руководителя федерации тоже. Напомним, шахтер в матче с футбольным клубом Минска всему прочему потерпел разгромное поражение. Пять мячей влетело в ворота Виталия Макавчика. До случившегося инцидента с удалением Юрия Вергетчика с тренерской скамейки, горожане успели открыть счет, отличился Андрей Разин. А все проблемы для горняков начались после перерыва. Сергей Кошель в течение шести минут дважды был удачливее соперника. Примечательно, что в обоих эпизодах ассистировал ему Дмитрий Осипенко. По данной встрече Разин еще раз праздновал успех, а жирную точку в этот день поставил автор двух голевых передач Осипенко. 5-0 победа Минска, которая сделала положение шахтера и вовсе плачевным на старте переринства. Но, возвращаясь к теме судейства, задаемся все-таки вопросами. Что послужило причиной случившихся скандалах нынешней весны? Плохое обслуживание матча арбитрами или неудовлетворительная игра команд в отдельно взятых, нашумевших случаях? Есть ошибки, которые, ну, как сказать, грубые, очевидные, которые, ну, можно было бы и суде принять решение по-другому. Но я хотел бы, наверное, обратиться к всем, кто меня сейчас слушает. В футболе было и так будет. Решение на поле принимает один человек, судья. Моментальное решение судьи, оно является той истиной, которая существует в футболе. Ну, немножко профессиональный уровень судей низкий, наверное, для того уровня чемпионата, который, ну, сейчас у нас. И я даже, прав я или не прав, многие специалисты со мной согласны, многие нет, но я лично считаю, что уровень футбола у нас поднялся, а судейство чуть-чуть не успевает за ним. Мы все были свидетелями, ну, давайте так называем, ошибок судейских, которые были на матче Барселона и Челси. Но это не стало поводом того, чтобы Хидин выбегал на поле, боролся, чтобы игроки его выводили, чтобы он там нес непонятно что. Ну, это же потому, что это профессионалы и должностные лица, и они должны прекрасно понимать последствия этого и не провоцировать своих же игроков и болельщиков на неправомерные действия. Линия должна быть одна. Это инспектор, это судейский комитет, это дисциплинарный комитет. Тогда только будет порядок. А о том, что о работе судей, может быть, более гласно надо говорить, это тоже палка о двух концах. Мы сейчас подписали судейскую хартию. Где прямая рекомендация, что работа судейского комитета и дисциплинарные меры, которые принимают судьи, не являются публичными? Вы видели комментарии хоть раз, как УЕФА или ФИФА наказывает судей? Нет. Поэтому мы уже даже получили замечание с УЕФА, что мы увлеклись публичностью. Как же, мы же подписали правила. И очень мудрый президент Федерации Испании, который уже 21 год, он у меня спокойно сказал, что эта тема была, будет, без нее футбол будет неинтересен. Поэтому готовьте, профессионально судей, но скандалы были и будут, и без них футбол невозможен.